Русский мир 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 Именно его лекции студентам понравились больше всего. Отдельно хочется отметить Фёдора Александровича Гайду за то, что он с пониманием рассказывал о текущей ситуации, в отличие от многих мнений, которые мы слышали все эти годы. На завершающем этапе летней школы студенты побывали в усадьбе Достоевских в селе Доровое Зарайского района Московской области, где в историческом музее ознакомились с экспозицией, посвященной двухсотлетию Фёдора Достоевского. Именно здесь великий писатель провёл самые счастливые детские годы. Евгения Фахурдинова, Равид Гор, специально для телеканала «Русский мир». Российский скульптор Григорий Потоцкий представил свою коллекцию избранных работ за последние 20 лет. Оценить вклад знаменитых художников в мировую культуру смогли жители Санкт-Петербурга. Когда в сердце есть любовь, когда ты любишь природу, жизнь, людей, женщин, когда ты понимаешь, что Бог смотрит на мужчину глазами женщины, когда ты через любовь понимаешь жизнь, только через любовь можно прийти к истине и правде. Только в любви мы постигаемся на себя. И только при любви, только когда есть чувство, работа становится художественным и произведением искусства. Все начинается с любви, с чувства понимания. Ну и мы хотим, чтобы все зрители, приходящие на эту выставку, может быть, узнали себя лучше, может быть, стали более добрыми, более чуткими. Более 150 работ Потоцкого установлены в 50 странах мира. Это памятники и бронзовые портреты знаменитых людей. В своей художественной миссии скульптор видит укрепление позитивного образа России в мире. Международный фестиваль игровых и документальных фильмов «Любовь в каждом сердце» вновь объединил деятелей киноискусства из России и зарубежья. В конкурсе за звание лучшей киноленты о самых чистых и высоких чувствах в этом году соревновались 39 картин. Подмосковный город Дзержинский уже в пятый юбилейный раз принимает гостей-участников фестиваля социального кино «Любовь в каждом сердце». Здесь показывают картины о самых прекрасных и сильных чувствах. Свои художественные работы на конкурс присылают сценаристы и режиссеры не только из России, но и зарубежья. Участвуют как профессионалы, так и начинающие авторы. Я приветствую всех участников, организаторов и зрителей пятого международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце». Как быстро летит премия. Моя работа победила во втором фестивале, а сейчас уже пятый. Как здорово, как хорошо, что несмотря на все ограничения и на все препятствия, которые существуют в последнее время, фестивали все-таки проходят. Это радостно, это дарит надежду. Одной из главных премьер в этом году стал документальный фильм «По следам Вахтангова». События киноленты происходят в период гастрольного турне «Вахтанговцев» в Париже в сентябре 2019 года. Новость о предстоящих спектаклях произвела за рубежом большой фурор. Билеты на представление раскупили еще задолго до приезда театрального коллектива. Мог ли о таком успехе в Европе мечтать молодой Евгений Вахтангов, который создал свой театр 100 лет назад? Ответ на этот вопрос попытался найти автор фильма Александр Мехченков. В этом году жюри оценивали 39 конкурсных работ. В программу фестиваля вошли полнометражные документальные музыкальные фильмы, а также телеочерки и видеоклипы. Лучшие видеоматериалы получили призы имени народных артистов СССР Людмила Касаткиной и Сергея Колосова. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин